МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Оксана Василенко. Сегодня в нашем выпуске. В Ильичевске подведены итоги и определены победители конкурса «Лучший подъезд в жилом доме». В честь 70-летия окончания Второй мировой войны в нашем городе прошла торжественная церемония возложения цветов к обелиску славы. В доках и у причала В Ильичевского судоремонтного завода сегодня ремонтируется 12 единиц флота. К празднику цветов в Приморском парке нашего города появились новые изюминки. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 25 минут. На початку выпуску мы пропонуем до вашей уваги короткий огляд подій в Украине та святе, информация про які отримана з мережі интернет за допомогою интернет-провайдера Global City.net. Премьер-міністр Арсеній Яценюк під час засідання Кабінету міністрів наголосив, що в Україні триває реформа правоохоронної системи. І тому, відповідно до закону про поліцію, Кабінет міністрів у середу ухвалив рішення щодо створення Центрального органу виконавчої влади, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Тобто сьогодні в Україні офіційно створюється національна поліція. Раніше керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив графік початку відбору до поліції ще в 20 містах України. У четвер на позачерговому засіданні уряду буде розглянуто пакет законів щодо реструктуризації зовнішніх боргів. Про це повідомив заступник міністра фінансів Ігор Уманський. За його словами, доопрацювання тексту нового документа відбувалося на нараді з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Урядовці планують також підготувати законопроект щодо внесення змін до закону про цьогорічний держбюджет. Очікується, що в засіданні Кабміну у четвер візьме участь президент України Петро Порошенко. НАТО відкриває шість нових штабів у державах Східної Європи, що входять до Альянсу. Штаби починають роботу в Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Естонії. У кожному буде дислоковано близько 40 військовослужбовців. До того ж, половина з них складатиметься з представників армії відповідної держави. Основним завданням цих опорних точок НАТО і Східній Європі стане планування і координація навчань підрозділів Сил Швидкого реагування Альянсу. Крім того, їх розглядають як недвозначний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну. У пострадянських країнах Балтії побоюються, що Москва може спробувати поширити свій вплив та на їхню територію. Криза з мігрантами у країнах Європейського Союзу триває. Минулої ночі на материкову частину Греції прибули кілька тисяч нових переселенців, переважно з країн Близького Сходу. Два судна, на борту яких було понад 4,5 тисячі людей, прибули у порт Пірей, що неподаліка Фін. Грецький уряд готується до міжнародних переговорів щодо цієї ситуації. За даними Агентства Європейського Союзу із контролю кордонів, лише за минулий тиждень на територію Греції потрапили 23 тисячі мігрантів. Від початку року до Греції прибуло понад 160 тисяч людей. Це вже перевищує загальні показники минулого року. Одеса святкує День міста. Святкування Дня міста у 4-2 вересня почалося у 8-й ранку з проведення святкових богослужінь та урочистих молебнем за протвіцання Одеси представниками всіх конфесій та віросповідань. Про це повідомляє пресслужба Одеської мерії. Потім відбулось традиційне покладання квітів до пам'ятників почесних громадян міста Дерибасу, Маразлі, отаману Головатому, Воронцову, засновникам Одеси, дюку Деріш-Ільє. Після цього о 10-й годині пройшли урочисті церемонії, підняття прапора на Думській площі, відкриття нових зірок Алеї Слави та відкриття музеї квартири Леоніда Утйосова на вулиці Утйосова. Завершиться святковий день галоконцертом на Потьомкінських сходах та святковим фейерверком. В августі в Ильичовскі впервые проходил конкурс «Лучший подъезд в жилом доме». Во вторник были подведены его итоги и определены победители. В первом городском конкурсе на «Лучший подъезд» участвовала 21-я инициативная група жителей многоквартирных домов. Его победители определяли сразу по нескольким критериям. Основных было 9 критериев. Из этих 9 критерий главный критерий – это отсутствие задолженности за коммунальные услуги в этом подъезде, жильцов этого подъезда. Второе основное – это противопожарная безопасность, техническое состояние, внешний вид, покраска, таблички, номерные знаки на дверях. 1 сентября члены жюри подвели итоги конкурса и выбрали трех победителей. Все они получат денежное вознаграждение. За первое место победитель получает 2800 гривен, за второе место – 1800 гривен и за третье место – 1200 гривен. Победили подъезд номер 3 на улице 1 Мая 7А, второе место, мы отдали Данченко 5А, второй подъезд, и третье место – подъезд номер 1 Карномарса 13А. Эти деньги они должны будут потратить на улучшение своего же подъезда. Краску купить, цветочки купить, они уже сами решают, что с этими деньгами делают, но опять же на улучшение подъезда. Жители третьего подъезда по улице 1 Мая 7А создали в своем доме настоящую сказку. Стены здесь украшены яркими рисунками. На каждой лестничной площадке стоят живые цветы в керамических горшках или вазах. На окнах висят белые занавесочки. Здесь светло, чисто и уютно. Поэтому неудивительно, что инициативная группа именно этого подъезда стала победителем конкурса. Я считаю, что это заслуга жильцов подъезда. У нас очень дружные жильцы, очень такие ответственные. Поэтому, когда мы предложили, вот несколько человек у нас собралось, мы предложили ремонтик сделать, цветочки, занавесочки повесить, цветочки поставить. Все, в принципе, согласны были и с удовольствием все пошли на наши предложения, согласились с нами. У нас замечательная наша Линочка, она у нас убирает в подъезде. Она рисует на стеночках у нас, вот нарисовала такое художество, устроила нам. Поэтому решила занавесочки повесить, поэтому вообще так устроила очень уютненько и красиво. По словам жителей этого подъезда, чтобы навести порядок в своем доме, не нужно много времени и затрат. У нас, ну, на краску денежки ушли, как бы, и, в принципе, цветы мы пособирали у кого что в квартирах было, так что больших денег, затрат не было, поэтому минимальных. Торжественное награждение победителей конкурса состоится в субботу, 5 сентября, во время празднования Дня цветов и даров природы. По информации Личевского городского отдела милиции, с 26 августа по 2 сентября оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 194 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях и других происшествиях. Из них 32 с признаками уголовных правонарушений. В понедельник, 31 августа, в дежурную часть Личевского городела поступил рапорт оперативного работника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, о том, что во время отработки города у 24-летнего гражданина изъят пакет с веществом растительного происхождения. Изъятая направлена в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы. Открыто уголовное производство. Еще в этот день в дежурную часть Личевского городела милиции поступило заявление от 43-летней гражданки о том, что у нее похищено имущество на сумму почти 2000 гривен. Принятыми мерами в совершении данного уголовного правонарушения изобличен 38-летний мужчина, от которого поступили признательные показания. По факту кражи открыто уголовное производство. 2 сентября исполнилось 70 лет со дня окончания Второй мировой войны. В этот день в Ильичевске прошла торжественная церемония возложения цветов к обелиску славы. В среду более сотни ильичевцев собрались у обелиска славы, чтобы почтить память всех тех, кто погиб в страшные годы Второй мировой войны. Дата памятная, дата тревожная, дата печальная, потому что огромное количество жертв, которые принесла эта мировая война, оно несоизмеримо с теми задачами, которые пытались в то время решать государство. Почтить память всех павших в самой кровопролитной войне в истории человечества пришли участники боевых действий – Александр Косяненко, Евгений Галинский, Николай Старостин и Архип Чепурняк. Именно этими людьми 70 лет назад была завоевана победа. С этим важным событием Ильичевцев поздравил депутат Одесского областного совета Михаил Рафаевич. Хочу, чтобы жители Таличевска и граждане всей страны нашей никогда не знали, что такое война. Пожелать мира, как и чистого неба в этот день. Бесконечным потоком к обелиску славы несли цветы сегодняшние школьники. Очень хотелось бы, чтобы нынешнее поколение избежало этих чудовищных испытаний. Дай Бог нашей стране, нашему обществу мира, дай Бог нашей стране процветания, чтобы мы больше были заняты созиданием, чтобы мы больше развивали промышленность, чтобы мы думали о будущих поколениях. А сегодняшнюю дату воспринимаем как дань памяти всем тем, кто победил злейшего на тот период врага, который нам обеспечил мир и спокойствие. События страшной, кровопролитной Второй мировой войны и сегодня у многих вызывают слезы. Миллионы подвигов наших детов навсегда останутся в памяти последующих поколений. Смотрите прямую трансляцию канала ЭТ-3 на нашем сайте www.at3.com.ua А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей и коммунального предприятия Ильичевского Доканал. О том, где в среду в нашем городе не будет электроэнергии и воды. В связи с плановыми ремонтными работами в четверг 3 сентября с 8 часов 30 минут утра и до 17 часов будет отключена электроэнергия в городе Ильичевске в доме номер 30 по улице Ленина, в домах номер 2 и 2А по улице Героев Сталинграда, а также в расположенных в этом районе детском саду номер 14, городской центральной библиотеке, почтовом отделении, насосной номер 13, отделении Укрсиббанка и фонде социального страхования. А в связи с отключением электроэнергии службы РЭС в четверг 3 сентября с 8 часов 30 минут утра и до 17 часов будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет поступать до 4-5 этажей на жилые дома и другие объекты по следующим адресам. Улица Ленина 28, 30 и 32, улица Героев Сталинграда 2, 2А, 4, 4А, 6 и 6А, улица Александрийская 19 и 21, улица Гайдара 3 и 5. Ильичевский РЭС и коммунальное предприятие Ильичевск водоканал приносят свои извинения за временные неудобства. Ильичевский РЭС Ильичевский судоремонтный завод сейчас переживает практически второе рождение. В доках и у причалов предприятия сегодня ремонтируют 12 единиц флота. При такой загрузке завод как никогда нуждается в рабочих руках. Это хороший шанс для выпускников Ильичевских учебных заведений найти перспективную работу. Стабильная обстановка на Ильичевском судоремонтном заводе позволяет и его сотрудникам, и руководству уверенно смотреть в будущее и строить оптимистические прогнозы. Сегодня одновременно на заводе находятся порядка 12 единиц флота, которые ремонтируются. И достаточно серьезные ожидания. На сегодняшний день мы ожидаем программных заказчиков, которые придут согласно контрактов, которые были заключены еще год назад. Это первонациональная компания египетская с пароходами типа «Панамакс». Это большие суда, 220 метров длиной, до 40 метров шириной. Это шепки прохода, которые будут стоять в доке. И все гости Ильичевска на подъезде будут понимать и чувствовать достаточно мощный потенциал и города, и завода. Выросли по сравнению с прошлым годом и объемы перевозок, которые осуществляют транспортный участок завода. Ежедневно на выезде находятся от 15 до 19 единиц автомобильной и инженерной техники. В этом же году мы уже провели на трех единицах автомобильной техники объем работы по капитальному ремонту. Две единицы передали в АТО. Военнослужащие вооруженных сил Украины, которые принимали технику, остались довольны. И что хочу отметить, что они сразу же забирали ее, так как техника, эти две единицы, которые передали, была проведена работа в объеме капитального ремонта. Практически полная загрузка предприятия позволяет решать на заводе ряд социальных вопросов. Сегодня есть возможность финансовая у завода. Ну, кроме того, что завод вернулся к порочной практике советских времен, платит аванс и зарплату. Заводу постоянно необходимы рабочие специальности. Чтобы осуществлять своевременный ремонт судов согласно контрактам и укомплектовать предприятие для работы в круглосуточном режиме в три смены, завод нуждается в рабочих руках. Специалисты, работающие на заводе, могут рассчитывать на достойную заработную плату и полный социальный пакет. Нам нужны прежде всего сварщики, судокорпусники, маляры. Достаточно серьезный спрос сегодня на электриков, потому что бригада подключения судов и обеспечения электрообеспечения, она работает тоже в трехсменном режиме. Тоже надо укомплектовать сегодня порядка 10 вакантных единиц электрика. Нам нужны токари, нам нужны штамповщики, нам нужны операторы прессов. Молодой человек, который придет на завод, изначально мы можем предложить зарплату сегодня от 4,5 до 5 тысяч гривен. Для молодого человека, который еще обладает только знаниями, но не обладает навыками и производственной сноровкой. То есть с ростом навыка будет обеспечен рост благосостояния. Коллектив и руководство завода строят планы на будущее, уверенно смотрят вперед и прилагают все усилия, чтобы предприятие стало визитной карточкой украинского судоремонта. А теперь информация из сферы науки и техники. В Одессе состоится крупная выставка отечественных изобретений. Об этом в среду в ходе брифинга рассказал вице-президент Инновационной палаты Украины, заслуженный изобретатель Украины Станислав Кобылянский. По его словам, открытие выставки намечено на 11 часов утра 3 сентября во Дворце студентов на улице Морозлиевской. Выставка будет проходить 3 и 4 сентября, потом 9 и 11 сентября и еще 17 и 19 сентября. Каждый раз в экспозиции будут добавлять новые экспонаты. Школа хороших технических специалистов в Одессе осталась, но им некуда пойти работать. Мы хотим, чтобы общественность обратила на это внимание. У нас представлены машиностроение, силовая электроника. Это те продукты, которые способны сделать Одесскую область энергонезависимой от других государств, например, от Молдовы, подчеркнул Станислав Кобылянский. Он отметил, что на выставке будет ряд новинок. Наши изобретения превосходят лучшие мировые образцы. Например, наносмазка – это средство, разработанное на основе... Отметил ученый. Кроме этого, новинкой станут изобретения в медицинской сфере. Инновация с использованием куяльницкой грязи. А срок окупаемости проекта – 2 года, отметил ученый. Кроме того, новинкой станут изобретения в медицинской сфере. Использование куяльницкой грязи для излечения ран, для их заживления – это активно сейчас можно использовать в наших госпиталях для раненых из АТО. Еще мы разработали препарат для младенцев до 1 года жизни – заменитель антибиотиков. Мы все это покажем на выставке, пообещал Станислав Кобылянский. Продолжение следует... Накануне Дня цветов и даров природы в Приморском парке уже традиционно появляются новые архитектурные формы. Также ко дню городского праздника будут закончены работы по установке колонны, венчающей площадку перед Приморской лестницей. Приморский парк – излюбленное место прогулок многих ильичевцев и площадка для проведения различных городских праздников. Поэтому уже стало хорошей традицией накануне Дня цветов и даров природы украшать парк новыми архитектурными формами. Каждый год в парке появляются уютные уголки отдыха, скамейки и необычные скульптуры. В этом году силами предприятия «Автодор» в Приморском парке в районе Обелиска Славы установлено причудливое сооружение и скамейки, стилизованные под Стоунхендж. Новшество, хорошо видное с улицы Парковой, сразу обратило на себя внимание горожан. Мы с ребенком ходим каждый день, бывает два раза в день, бывает вечером только. Здесь рядом очень удобно. Ну, что нового здесь? А, здесь вот, кстати, есть новое, непонятно что-то, построение архитектуры или что. Пока что не знаем. Мы с ребенком развиваем фантазию, смотрим, пытаемся, что это. Но я так понимаю, что это в процессе, но пока что ничего не поняли. Мы с мамой увидели, ну, что там, что-то строили. Там я видел, кажется, скамейку каменную. Мне она нравится. К празднику цветов приурочено открытие еще одного архитектурного объекта. Сейчас на площадке перед Приморской лестницей завершаются работы по установке колонны, которую будет венчать античная скульптура. Шестиметровая колонна выполнена из житомирского гранита. Ступенчатое основание выложено плиткой. После окончания отделочных работ, связанных с установкой колонны, архитектурный ансамбль Приморской лестницы будет практически завершен. Скульптура с элементами городской символики будет установлена после проведения конкурса и обсуждения с жителями Ильичевска. Субтитры создавал DimaTorzok В завершении нашего выпуска информация о мероприятиях, приуроченных ко Дню цветов и даров природы, который будет проходить в нашем городе в субботу. К этому празднику в четверг 3 сентября в 13 часов в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с заслуженным журналистом Украины, заслуженным работником культуры Украины и Молдовы, автором более 25 книг, поэзии и прозы, одесским писателем Виктором Мамонтовым. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. С вами была Оксана Василенко. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok